Привет, народ! Это 5 элементов, меня зовут Денис. Я надеюсь, что мы завершаем пока что марафон планшетных обзоров этим роликом. И завершаем мы не просто планшетом, а, не побоюсь этого слова, одним из самых лучших Android-планшетов и, может, вообще в целом планшетов. Друзья, у нас сегодня на обзоре Samsung Galaxy Tab S9. Базовая версия. А есть еще круче, представляете? Приятного просмотра. Почему для меня самый лучший? Потому что, ну, по большому счету, остальные два S9 Plus и S9 Ultra отличаются только размером дисплея, размером батарейки как следствие. И в S9 Ultra еще более прокаченные камеры на планшете. Надо ли? Не знаю, честно говоря. Но мне очень понравился данный планшет, хотя, конечно, минусы у него тоже есть. Давайте разбираться, давайте смотреть, что вообще за он и почему я его считаю одним из самых лучших. И вот же самую главную приколюху могли заметить, потому что на корпусе данного планшета крепится на магнитах S-Pen, ручка, карандашик, как называете его, кисть, стилус, как угодно, от компании Samsung, который довольно многофункционален. И тем самым, когда он крепится вот так вот на планшет, он еще и заряжается. Просто так его сбросить с этих магнитов невозможно практически, если только вы как-то случайно зацепите. Но вообще решение классное и плюс к тому, что если вы беспокоитесь за то, что ну просто не будете сзади видеть, его как-то скинете, а вот хотелось бы, чтобы он был на виду, без проблем это можно сделать, потому что на грани он тоже цепляется. На верхнюю, на нижнюю нет, ну на нижнюю вот эту тоже цепляется и сюда не цепляется. Ну, собственно говоря, логично. Что же по самому корпусу? Он у нас металлический, он дикомаркий, просто дикомаркий. Сюда нужно будет покупать чехол, а можно чехол клавиатуры, соответственно, коннектор у нас снизу есть. Вы можете сюда подключить что-то от компании Samsung, чтобы вообще превратить его в настоящий компьютер. И плюс, здесь такая мощность, друзья, что я уверен, что некоторым ноутбукам, скажем так, этот планшет вполне может дать фору. Что еще примечательно у нас есть на корпусе? Это целых 4 динамика от AKG. Мы их, конечно же, послушаем в конце ролика. У нас есть Type-C, вообще сам корпус влагозащищен, IP68, в басик можно брать, представляете, планшет. Вот это классно, конечно. У нас есть лоток под microSD флешку и симку. У нас на обзоре версия Wi-Fi, то есть в этот лоток можно поставить только microSD флешку. Ну, а теперь к экрану 11 дюймов, Dynamic AMOLED 2X. Разрешение тоже хорошее. 1600 пикселей на 2560, плотность 274 ppi, практически джобовские заветные 300. И действительно, никаких лесенок особых не вижу, пикселизации тоже. Действительно, качественно, классно смотрится дисплей, очень яркий, очень насыщенный. Если вы берете только для просмотра контента, это более чем за глаза будет достаточно. Конечно же, у нас есть поддержка 120 Гц, конечно, можно в динамическое обновление вставлять, есть темная тема, куча-куча всего. HDR, разные навороты. В общем, действительно, экран клевый, что тут распинаться, здоровский. И еще он защищен специальной штукой, сканер отпечатков пальца. И здесь этот самый сканер, он такой огромный, что промазать сложновато по нему. Я бы, конечно, честно сказать, не отказался бы, пожалуй, от сканера отпечатков, который спрятан в кнопку питания. Но, как есть, как есть. Вот такой наэкранный работает и в такой ориентации, и в книжной, и как угодно. Ну и наш планшет, наш экран защищенный кординг Gorilla Glass. То есть, вот такой защищенный планшет получается со всех сторон. Влагозащита тебе и закаленное стекло. Далее к системе и фишкам. Android 13, версия One UI 5.1.1. И по умолчанию где-то примерно занимается около 49 гигабайт. По умолчанию. Я там накатил сюда Genshin, но пока это уже почти 25 гигов. Судите сами. Доступно сейчас после установки всего-всего, в том числе Genshin, у нас 58.3. Не так много, но флешку можно докинуть. Конечно же, есть стандартные фишки. Планшетные. Это и сплитскрин, и плавающие окна. Можно наставить всего чего угодно. Все меняется, все комбинируется. На планшетах Samsung с этим нет проблем. Как и на складных смартфонах Samsung Fold Flip. Все то же самое. Все работает очень здорово, классно. Что же касается конкретно планшетных фишек и вот нашей вот этой волшебной палочки. В общем, много каких штук можно с ней делать. И заметки создавать, и переводить текст, и писать какие-то заметки на заблокированном дисплее. Прям что-то чертить. И рисовать, конечно же, тоже можно. Делать AR-зарисовки. Рисовать какие-то красивые маски себе. В общем, куча-куча всего. На самом деле, перед записью этого ролика я залип в Pen Up рисовалку и красил, выкрашивал осенний натюрморт. Я не знаю, как это назвать. В общем, действительно классно. Что же еще эта волшебная палочка умеет? На самом деле, все то же самое, что и раньше. Знаете, как устройство для удаленного спуска камеры. Можно и щелкать, и камеру переворачивать, и переключать режимы. Реально настоящая волшебная палочка. Ну и во флагманском планшете есть, конечно же, Samsung DeX. Вещь, которая позволяет превратить планшет в компьютер, еще более подобный на что-то Windows-образное. Windows-образное, да? Подключать сюда клавиатуру и мышку, и вообще реально получается настоящий комп у вас. Ну, совершенно спокойно этой штукой можно пользоваться и без подключения клавиатуры с мышкой. Просто включаете на планшете этот сам режим и юзаете. С силусом почему бы и нет, если вам так удобнее. Ну и учитывая, конечно, общую мощность данного планшета, здесь нет никаких вопросов вообще с фрезами и так далее. А самые мощные игры здесь тоже хорошо идут. Кстати, давайте обсудим его мощность и производительность. В сердце нашего планшета установлен новейший Snapdragon 8 Gen 2 со всеми вытекающими. В Antutu данный планшет набирает полтора миллиона баллов. Это более чем за глаза. Очень много для того, чтобы без проблем играть тот же самый Genshin Impact. Я выставил максимальные настройки, 60 кадров, все плавно. Конечно, будет подергивание, но вы сами понимаете, это Genshin. Там без этого вообще никуда. Но планшет ведет себя классно, работает без вопросов. Картинка классная, красивая. Единственное, что бывает, нагревается. Это ощущается где-то примерно в районе камер, где-то вот здесь. Что же касается скорости накопителя, он, конечно же, UFS, понятное дело. И на чтение мы получаем 1244 мегабайт в секунду. Это реально очень много. А вот на запись почему-то не совсем много. 275. Это на уровне, я бы даже сказал, что среднего смартфона, пожалуй. А вот что касается троттлинга, несмотря на довольно мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, не будем забывать, 76% от общей мощности он остается под нагрузкой после вот этих скидываний частот. Опять же, нормальный результат бывает сильно-сильно меньше. Результат здесь получается хорошо. Учитывая его бешеную производительность этого падения, я думаю, что вы даже не заметите. Этот планшет отличается по батарее с старшими братьями S9 Plus и S9 Ultra. Здесь у нас 8400 мАч. И что нам это дает? Вы получаете примерно 10 с копеечкой часов активности дисплея. Это хороший день и еще немножко, если вы будете планшетом, пользуется весь день. Опять же, представьте, что вы профи, рисуйте и в целом на день этого планшета вам хватит. Зарядили, пошли обратно, все хорошо. Единственное, что зарядку нужно докупить будет, потому что планшетная коробка, она очень тоненькая и в комплекте есть только, по сути, Type-C, Type-C кабель. А по проводу, кстати, зарядка поддерживается до 45 Вт. Ну и камера, друзья. Вот тут как бы реально не повернется язык сказать, что здесь камера для галочки. 13 мегапикселей у нас основной сенсор, может записывать видео в 4К 30 кадров. Получаются неплохие фотографии. То есть, если вам нужно сфотографировать что-то на данный планшет, он вас реально выручит как альтернатива, такая упрощенная смартфон, но тем не менее. А вот селфи-камера 12 мегапикселей. Сейчас сами увидите. А вот это наша селфи-камера на планшет Samsung Galaxy Tab S9. Во-первых, меня радует, что у нас здесь градусы, 120 градусов. Очень широкая она. Она, конечно, шумноватая, но зато пишет в 4К 30 кадров. Ничего себе, скажете. Ну и я думаю, что звук тоже будет в порядке. Как, кстати, звук, картинка, напишите в комментариях. Возможно, картинка, конечно, слегка шумноватая, но это особенности сенсора. И не будем забывать, что у нас в студии довольно агрессивное освещение. Ну вот реально, ну видели. Шумновато, пожалуй, но очень широко. Для конференции классно, если вы живете в красивом доме. Почему бы и нет? Ну и в концовке наших роликов мы тестируем звук. Давайте протестируем 4 стереодинамика от AKG. Ну это реально очень громко. Чтобы вы понимали, это, наверное, самый громкий планшет. Он играет на уровне, не побоюсь этого слова, моего MacBook Pro на M1 Pro. Вот примерно так. Реально очень громко. Классный бас. Это реально настоящий мультимедийный комбайн. Я слышал до этого, знаете, в наших предыдущих роликах про планшеты. Я говорил, что там 4 динамика, 6 динамиков. Но здесь 4, они очень-очень громкие. Самые громкие, которые я вообще слышал в планшетах, пожалуй, в этом году. Просто респектосина. Ну что же, друзья, итоги. Давайте подведем некоторые выводы про Samsung Galaxy Tab S9. Флагманский планшет. Один из лучших на Android. Подтверждаю вообще без вопросов и от своих слов не отказываюсь. Но с минусов. Я, знаете, во время записи этого ролика еще обратил на внимание, когда ты периферическим зрением смотришь на экран, он немножко мерцает. А это, понимаете, это ШИМ. Значит, скорее всего, ШИМ здесь будет здоров. Возможно, сейчас я в интернете накопал информацию и здесь вам плашечкой вывел. Конечно, еще будем понимать, что он очень недешевый. Это действительно премиум сегмент. Очень дорогой. Флагманский. Чего уж тут говорить. Опять же, имея на борту поддерживаемую зарядку в 45 ватт. Да, блин, было бы классно иметь сюда блок питания. Но не положили в комплект. Очень как-то грустненько. Такой, тем более, дорогой девайс. Ну, еще в минусы отнесу то, что он, ну, реально очень маркий. Ну, реально очень маркий. Нужно будет накидывать чехол, либо же чехол, клавиатуру и так далее. Что же касается плюсов, то он флагманский, тоненький, премиальный. Поддерживает вот эту вот магнитную историю, которая у меня вообще балдева, которая мне очень нравится. Здесь есть S-Pen, которая поддерживает много магических реально штук. Удаленная съемка, какие-то заметочки, скрип, ручки по бумаге. Все это здесь имеется и присутствует. В общем, реально великолепный девайс. 4 стерео-динамика, обалденная по громкости. Классная автономность, классный дисплей. Да, реально все классное. Вы играть сможете, фоткать сможете, все сможете. Даже работать сможете наверняка. Что вы думаете про флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S9? Боже мой, выговорил. Обязательно напишите в комментариях, будет приятно почитать. Ну, а с вами был Денис, 5 элемент. До новых встреч. Пока.